здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а я вас призываю внимательно следить за вкладкой сообщества у меня на канале потому что я там сначала спрашиваю у вас в комментариях чтобы вы написали кого разобрать а потом я ставлю на голосование и как вы понимаете вот этот герой сегодняшний алан бадоев выиграл в в обоих случаях сначала его очень часто заказывали в комментариях потом когда я поставила на голосование там он тоже выиграл и соответственно получаете разбор и спасибо вам в очередной раз за очень интересную находку потому что а мы сегодня с вами пройдемся по его сигналом тела который действительно очень интересны кроме того спасибо вам большое за то что благодаря вам и вот этому интервью я познакомилась со своим земляком на самом деле он из горловки а я из краматорска мы рядом оказывается ну что называется воспитывались да мы родом оба оттуда и в общем то это замечательно чувствуется энергетика родная да кроме того мне но показалось что действительно много интересной информации про известных людей которые ну сейчас получается что мир разделился немножечко на белое и черное да и здесь вот знаете много таких нюансов которые герой попытался немножко и может где-то сгладить где-то сгустить но в целом он старался быть честным да и я постараюсь объективно показать вам где он действительно старается быть честным но где все равно как говорится из песни слов не выбросишь и где ему приходилось немножечко натягивать ту информацию на свои какие-то убеждения да и вот это действительно очень интересно очень трагично ну вот что сейчас происходит да и я уверена что этот разбор вам будет очень интересен ну и первый фрагмент который я включу я назвала я дала даже этому название 50 оттенков притопывание потому что здесь вот по его притопыванием столько нюансов столько тонкостей которые действительно нам с точки зрения изучения невербального поведения очень полезны поэтому там что у вас чайок заваривайте вы садитесь поудобней мы начинаем итак я включаю первый фрагмент 50 оттенков притопывание вы выросли в горловке до горловка этом как говорится майонетин хаустал и первое притопывание я называю зафиксирован да то есть он зафиксировал ту информацию которая есть которую которая не изменится которая ну является правдой да да и в общем то вот пожалуйста как кулаком по столу все это это правда дальше идут давно нет около 600 клипов на много но мы и работали и здесь тоже очень интересное притопывание с одной стороны да это зафиксировал и вообще знаете для меня конечно это было открытием то что он создал 600 он создал около 600 клипов это это просто потрясающая трудоспособность но самое главное те клипы которые он называл тех исполнителей которые я смотрела я просто в восторге это каждый клип это реально произведение искусства здесь я должна отдать должное его таланту это это просто потрясающе вот реально и у света лободы я просто знаете вот я даже задумывалась в чем вообще феномен этой света лободы да вот изначально что в ней такого что вот прям реально так цепляет вот в какой-то период я я просто подсела на ее клипы именно клипы потому что каждый клип был выполнен настолько вот знаете ну настолько четко проработана настолько вот прям как будто из ее души вот это было просто вау оказывается он автор он вот он тот кто это сделал и я просто аплодирую стоя но давайте все таки вернемся к невербальному поведению и мы видели что в первое это притопывание зафиксировал во второе это он скажем так трогал при этом мизинчик мизинчик это палец меркурия это палец общения коммуникации информации но еще это и про секс про энергию ну то есть это вот такая не солнышко это солнышко значит рядышком палец солнышко это у нас творчество это слава и так далее а здесь именно творчество в контексте общения в контексте вот именно той энергетики которая вот из которой состоит то есть вот эти два пальчика они очень похожи да вот это все про творчество по большому счету но здесь творчество такое более из из глубины вот физиологии что ли да вот физиологически интеллектуально вот что-то такое а здесь уже более социальное творчество поэтому вот здесь вот прям трогая этот пальчик он как бы показывал что это из души идет еду из души из симбиоза души и тела да вот вот этой сексуальной энергии то есть вот он проиллюстрировал нам таким образом ну вот свои клипы да вот свое творчество он таким образом проиллюстрировал это не ради славы а именно вот потому что он так чувствовал потому что он так ну извините ну как творчество как секс вот грубо говоря творчество как восприятие да не важно залетит не залетит вот как он это видел как он это как он этим жил то есть вот это вот больше про это поэтому мне было вот и интерес и тут много-много таких сигналов тела поэтому вот с точки зрения невербалики мне кажется вот спасибо вам большое во первых что вы мне посоветовали этот этого героя да а во вторых мне кажется это будет потрясающе интересно потому что вот вот даже эти 50 оттенков притопывание идем дальше так путь который пройден он пройден по шажкам очень четко с ну это это большие усилия все что было видите притопнул так сейчас сейчас до ой секундочку надо вернуться немножко я пропустила сейчас путь который пройден он пройден по шажкам очень четко с ну это это большие усилия все что было вот смотрите носочек вот притопывает и носочек немножко в сторону а это как раз посмотрите ну во-первых в само притопывание это фиксация до фиксирование а во-вторых когда носочек идет в сторону тело как бы расширяется да то есть это как наступление вот смотрите тут интересно очень если вот и стопа идет вот получается расширяется дату это как бы наступление до наступление неважно вперед вширь главное что человек чувствует себя уверенно и вот силой тех аргументов которые он проговаривает он может наступать неважно в какую сторону вперед на бог да ну назад и это уже другая история да если бы он носочек наоборот завернул то это говорила бы о неуверенности а здесь как раз уверенность тех аргументов которые он перечислять кроме того смотрите большие пальчики смотрят вверх и конечно же он собой гордится то есть он демонстрирует свои свое эго до паль большой палец это эго на плюс наступает и фиксирует вот но дальше идем до моих 42 лет это каждый год титанической мощнейшей работы видите опять притопнул притопнул опять фиксация у тебя ничего нет кроме этой работы как спокойно нужно делать дело он потрясающе да здесь речь идет о димаше и смотрите как интересно тоже носочек в бок опять очка смотрите опять очка немножечко назад то есть вот небольшая степень неуверенности но в прошлом пяточка это тылы это прошлое это немножечко смотрите получается я готов двигаться дальше носочком он показал да он расширил носочком а пяточку он задвинул то есть вот по тылам немножечко что-то его смущает не знаю что там такое но вот вот такие вот нюансы вы мне в комментариях пожалуйста про как вот напишите что вы считаете что там ну там есть какая-то минимальная информация которую он не хотел бы озвучивать не знаю что это но то есть вот вот когда идет внутрь да вот за загибание внутрь и здесь вот именно тема тылов тема вот чего-то либо прошлого либо чего-то такого стабильного что не подвинешь не не наступишь как бы вперед да плюс еще осмотреть тут еще ну как бы расширение получается стопы говорит о том что вот двигаться вперед до расширяться с ним можно а вот в плане базисных вещей вот он как-то более стабилен да поэтому ну вот какие-то вещи есть которые он ну скажем так вот он а он по-любому останется при своем но при этом он готов расширяться наталья могилевская много клипа у вас было конечно наташа это душа видите а при этом кстати вот пяточка обратно вернулась до расширилась то есть то есть это вот базисные какие-то вещи и здесь он уверен то есть в базисных вещах он вот прям настолько но как как себе доверяет да и сейчас секундочку в какой-то момент мы были с ней просто невероятно а притопнул ногой то есть зафиксировал близкие пункта не делают они берут его песню переделывают слова вот тоже интересный сигнал но это не про притопывание но извините из песни слов не выброси что-то очень интересно смотрите окантовочка крылышко носа это информация которая самая важная самая вот это зернышко информационная из которого вырастает весь проект да и вот он про когда провел пальчиком вот здесь да он дал понять что вот берут вот эту вот суть до из песни да и из нее уже делают что-то другое то есть вот эта суть которая рождена вот это не знаю этот сперматозоид из которого рождается ребенок да вот просто берется и из него что-то другое уже какая овечка доли да то есть вот клонируется что-то то есть вот он сейчас продемонстрировал что самое важное самое информационное то есть вот это вот прям носик он у нас вообще за информацию отвечает до за поиск информации а вот окантовочка крылышко носа говорит о том насколько человек четко знает чего ему надо что он ищет бессознательно сознательно но вот есть люди которые четко знают чего хотят в жизни а есть люди которые толком и не знают чего хотят вот часто кстати у нас женщин такое вроде хочу такого принца да на белом коне а когда мы сталкиваемся с этим оказывается что не того мы хотели так вот здесь вот когда окантовочка крылышко носика очень четко очерчено это очень четко завязано и на темпераменте то есть для того чтобы крылышко носика окантовалась да нужно чтобы ноздри были хорошо открыты а ноздри хорошо открыты дают большое количество воздуха поступаемого которая поступает в мозг и вообще во все наши органы да то есть это дает больше энергии больше темперамента и соответственно человек с хорошим темпераментом он пробует разные варианты он всегда информирован да он всегда в движении и поэтому он четко знает куда он стремится и даже если он до конца не знают то за счет вот этой энергии он всегда находит то чего он хочет поэтому вот это вот окантовочка крылышко носика тоже наблюдайте у людей бывает кстати справа и слева тоже разная информация но это у меня на физиогномики если вам интересно можете присоединяться но в общем идем дальше окантовочка я вам рассказала идем дальше и поют или переделывают музыку и то есть он сейчас говорит о этом песнях макса барских которые у которых берут вот эту самую суть самую вот и их переделывают дал вот в россии да так как в макс барских в россии сейчас не выступает да и соответственно он здесь вот прям проиллюстрировал что то что мы там рождали как-то получается что нашу идею идею берут и используют в своих каких-то интересах и так далее и тому подобное видите и вот здесь вот он это еще раз иллюстрирует знаете мне здесь вспомнилась вот это помните в комедии ой чей туфля мой туфля да когда он там денежку пытался закрыть вот здесь вот та же самая история то есть получается вот берут идею и как бы эту идею тупо воруют да вот вот по принципу как раз ой чей туфля мой туфля и вот здесь вот он прям иллюстрирует это вот этим притопыванием до фиксация до фиксация но это я уже сама просто придумала не то что придумала а плюс еще он так это с презрением да вот эта челюсть опустил то есть я ничего не могу с этим сделать но вот полюбуйтесь да полюбуйтесь как они делают и он притопнул ногой то есть он проиллюстрировал то что у них по сути берут и воруют вот по такому принципу чей туфля мой туфля но это все так и разжигано сменить товар его стиралки или песни да и вот смотрите да безусловно он сейчас говорит что их не волнует но сейчас я только что видела что конечно же ему это неприятно да вот то что мы с вами видели но сейчас как бы он включил мозги и попытался нас убедить что его это не волнует но на самом деле смотрите как как он проиллюстрировал подавленность сейчас секундочку вот смотрите пяточкой и вот вот смотрите вот эта пяточка ушла внутрь то есть тыл и приходится прятать да то есть вот те наработки которые были до приходится как-то прятать хочется спрятать бессознательно вот так даже не надо прятать а хочется спрятать хотелось бы спрятать чтобы меньше этого использовали и еще откроет час ладони то есть это беспомощность на самом деле вот как бы он не говорил что его это не волнует на самом деле я вижу что его это волнует ему это его это подавляет очень сильно и это говорит о его беспомощности но к сожалению мы все сейчас в такой ситуации да когда ну вот в россии просто беспредел происходит и по авторским правам и по всему и раньше с этим было довольно сложно сейчас вообще просто слетели с катушек да поэтому да безусловно ну что поделать вот такая история и видите что дальше идет затылок это у нас прошлое это база да вот на которую мы все привыкли опираться да но вот здесь вот когда он трогает то получается что это как бы больное место да вот база как бы страдает говорила по-украински они лорак она родилась ну под черновцами видите а еще пик вниз это подавленность как сейчас по-новому этому русскому из как это новый русский язык да вот отрицательная перспектива так называемая да когда пик вниз но по пику мы тоже смотрим настроение человека да и вот в данном случае конечно же настроение вниз то есть не очень хорошая из подавленность и посмотрите опять пяточкой вот так вот поигрывает да то есть конечно это растерянность но как бы попытка найти направление а вот этого всего что сейчас о чем он сейчас думает это украинский язык украинская культура причем черновцы вообще вот смотрите как ногой сделал а вот сначала немножко поигрался а потом смотрите а потом раз и зависла завис носок именно вовнутрь понимаете то есть перспектив не вижу да я как бы ищу перспективы поискал немножко ногой перспективы а потом взял и их закрыл да потому что не вижу и еще смотрите коленочкой немножко уникальный коленочкой тоже отталкивает то есть все плохо все плохо вот вот этот жест говорить все плохо край в плане украинской культуры оттуда вышли тут все и так и говорит да как они могут жить дальше вот вы хорошо знаете как они могут жить знаю что россия где они поют где они зарабатывают деньги убивает украинцев в много десяти тысяч там сос видите как притопывает челюсть вниз то есть все под говорит о подавленном количестве и разрушает украинские города как они утром просыпаются как они завтракают как они чистят зубы них все хорошо они взяли второе место здесь речь о группе циферблат это видимо на евровидении я извиняюсь я не смотрела совершенно но напишите мне в комментариях что там произошло значит тут тоже интересно вот он об этой группе говорит которая видимо взяла второе место на евровидении я правильно понимаю да и вот смотрите как интересно ножками но они все так рад что эти ребята они ведь не случайны и они не вчерашние они долго шли к этому я помню ваш коленочкой так интересно тоже ну то есть вот я думаю вы читали комментарии которые полнометражный фильм оранжевая любовь orange love без перевода паша оранжевая любовь другого режиссера была orange love это 2000 видите и ножку вперед продвинул то есть это уверенность вот вперед это вот притопывание вперед это движение вперед я уверен в том что я имею право идти вперед в бог куда хочу а здесь вот прям четко чем больше вперед тем больше человек уверен понимаете ширину это ну как бы расширение а вот именно вперед это прям уверенность 6 если память не изменяет год наверное да сушки ну вы красивое кино сделай его даже в каннах показывали вне конкурса не показывали в каннах и были очень хорошие отзывы показывали в каннах у нас мы попали на обложку в энди фэйр из нашей актрисой и видите как красуется ножкой вот так поигрывал потом чада выиграл а а звездой актрису потому что корейцы и японцы влюбились и видели как он другой ногой прям расширил пяточка на месте стояла а он носочком прям расширил в общем гордиться гордиться он рад у нас был хороший прокат да ну то есть вот увидели да я надеюсь что вам понравился этот экскурс в его притопывание теперь давайте дальше следующие моменты которые по невербальным сигналом тела а это у нас шея сзади а то есть когда человек притрагивается к шее сзади да то это груз ответственности это какие-то проблемы которые человеку приходится нести на себе и давайте смотреть в каких случаях он это делал и давайте внимательно 600 клипов где выбрали столько идей откуда выбрали идеи я всегда говорю что так или иначе есть два способа здесь четко он говорит о своей работе и поэтому он говорит он как бы говорит это моя работа эта зона моей ответственности да еще от как бы он не говорил как это было легко я ему не поверю это было нелегко это было довольно сложно но он этим все равно гордну то есть первую очередь это его работа вот что сказал его жест сделать хорошее видео первый же день большой войны кто-нибудь из многочисленных родственников друзей знакомых из россии вам позвонил спросил или вы живы или вы здоровы что с вами надо сказать что в первый день родственники не звонили потому что у нас так не заведено я какой-то момент очень сильно отключился от своей семьи ну то есть вы видели да вот этот груз ответственности но он сказал что ну в общем то это моя скажем так проблема да что я вот так с ними себя сначала повел до отключился поэтому ну может быть это объяснимо да но в любом случае вот это вот жест вы увидели да ну и титры прочитали идем дальше следующий фрагмент следующий фрагмент закрывание рта когда мы пытаемся какую-то информацию профильтровать вот особенно если мы это делаем пальчиком да то он это фильтрация информации давайте смотреть какую информацию он пытается профильтровать что он хочет нам не досказать в четырнадцатом году когда по сути началась война вы понимали во что это может вылиться смотрите как интересно смотрите сначала закрыл ноздри фильтр входящей информации потом кашель волнения да потом закрыл рот пальцем указательным фильтр исходящей информации а указательный палец это руководство да то есть фильтруй пожалуйста ну вот да думай что говоришь потому что вот с точки зрения руководства здесь очень важная информация дальше пойдет вина и вот вот смотрите опустил глаза то есть он испытывает вину и здесь вы знаете вот честно говоря я смотря на него я увидела себя и я точно так же как и он изначально вот в этом четырнадцатом году я не понимала масштабов катастрофы и ну вот на тот момент я ну вот видимо вот так же воспринимала и сейчас я бы также говорила об этом потому что здесь много вот этого противоречия да и он чувствует и вину за это и сейчас вот вы знаете большое спасибо ему за то что он так честно да честно говорит обо всем да он не не пытается лукавить что там я всегда был против да сейчас вот казалось бы ну бы было бы с точки зрения логики было бы правильно сказать да я никогда это не поддерживал и я всегда был белый пушистая здесь вот именно честно честно сказал так как было да тогда вот в четырнадцатом году мы все ну честно говоря ну как-то не ну не могли дать адекватную оценку тому что происходило да и думали что это как то вот как говорится говнецо прикроют салфеточкой и она вонять не будет извиняюсь вот вот извините за такое сравнение но вот многие конечно же попытались спрятать голову в песок и постараться сделать вид что ну ладно ничего страшного ну там одно руководство другое руководство какая разница но то что из этого потом в дальнейшем получилось к сожалению надо было всем нам тогда подниматься и ну а в общем оказались мы все с вами большой ловушки и я тоже чувствую вину вот когда тоже смотрю на него но идем дальше ужасно но нет ну нет потому что а вот я бы хотел поговорить с вами о звездах с которыми вам довелось работать и начать хотел бы саллы борисовны пугачевой вы сделали смотрите здесь тоже идет фильтрация информации вот здесь вот и еще вдобавок он замер а и это говорит о том что все что он сейчас скажет будет либо хорошо либо ничего либо очень мало но и в общем то так и произошло да ну работу по моему с ней да одно это ее последний но финальный клип как она снова то есть после этого она клипа не выпускал как с ней работалось сначала пауза лай борисовна и работалась потрясающими сон и сейчас в четырнадцатом а что я жалко что я не не сделала это медленно потому что там было много всего и пожимания плечами и пауза и много много всего в титрах я это написала но ладно пересмотрите этот фрагмент если интересно идем дальше то есть по алле пугачевой информации он дал мало и постарался только вот только такую информацию которая ну в дальнейшем не будет никак использована да и при этом пожимания плечами в общем ну вот при близком общении насколько я поняла алла пугачева довольно сложный человек не знаю из какие ну то есть вот поэтому как он и об этом говорит все таки там много нюансов которые приходится много рамок расставлена да за которые он не хочет выходить за которые ему явно лучше не не заходить да и вот соответственно вот такая реакция поэтому ну как бы там все неоднозначно дальше следующий фрагмент давайте смотреть ко мне звонили некоторые друзья артисты но не будем их называть чтобы не навредить так тоже смотрите как интересно здесь одной рукой придерживает колено видите а другой рукой он как бы стряхивает стряхивает муксор из паховой области но такая брезгливость можно сказать то есть смотрите правой рукой рукой держит колено то есть мое достоинство да вот колено это достоинство это гордыня да и вот я ее придерживаю а левой рукой я немножко стряхиваю то что лишнее да вот вот это ненужное то есть тут тоже интересный жест видите как интересно все топ первый список весь позвонил позвонил здесь сразу это правда и спросили как вы спросили как вы почему я еще в украине надо срочно их вот ну и все и потом уже больше не звонили бы ответы были вот среди расширил глаза поднял брови это акцентирование внимания потом через приподнял повыше готов драться за свое мнение да то есть вот когда он говорит это он то есть он уверен в том что он даст отпор тем кто будет его убеждать в чем-то другом то есть он для себя понял что что хорошо что плохо да на какой он стороне и соответственно за свою сторону он готов драться а сильно сжал губы сейчас вот вот смотрите вот сильно сжал губы демонстративно сдерживает эмоции отвращение презрение то есть много-много всего и в этом прям прям решение четко вы для себя рассматривали возможность куда-то в европу ехать на время смотрите вот при этих словах он отстраняется закрывается в замок руки в замок до а челюсть поднял это для него вот это вот закрыть закрывание это для него как борьба да то есть вот это способ борьбы отстаивания своих интерес своих взглядов своих принципов да и дальше смотрите смотрите как коленом убрал каждого убрал пятку там коленом ну то есть вот почитайте в титрах да я там подробно все описала идем дальше на есть только определенное количество времени когда он конкретно функционирует и даже может вести людей за собой это определенное количество времени его не так много как хочется начинать где-то заново я не хотел так дальше следующий фрагмент а здесь конечно довольно жесткий фрагмент и здесь вот ситуация довольно неприятное скажем так давайте я вам сейчас включаю и дальше мы с вами это обсудим все самые крутые клипы сделаны извините с полиной гагарина и смотрите как с отвращением презрением челюсть так на весу то есть челюсть готова драться готовность к драке да он продемонстрировал разве я смогу когда-нибудь поставить свой шаурил клип смотрите облизывает губы вот что касается вот этой работы с полиной гагариной то она ему нравится и он бессознательно не может отказаться понимаете сейчас что произошло в жизни человека вот я сейчас вот всю трагедию его жизни можно сказать пережила представьте вот каждый из этих клипов это его дети вот он столько души в каждый клип вкладывал при работе с каждым артистом он столько энергии творчество и ну вот душу вкладывал ну то есть это каждый его клип это его ребенок и сейчас вот говоря о работе с полиной гагариной на он действительно очень сильно переживает ему все равно продолжает нравится его работа и здесь вот он облизывая губы я почувствовала насколько ну вот все таки как бы он не не хорохорился да и не показывал что вот все я разделил мир на до и после да вот на белое черное то есть то что черное я бросил да мне не жалко но вот в данном случае говоря об этой работе ему действительно жалко и он действительно любит этого ребенка да он знаете мне вспомнилась притча о царе соломоне когда к нему пришли две женщины с одним ребенком и каждая из них утверждала что это ее ребенок и царь соломон сказал что давайте мы этого ребенка разрубим напополам и дадим по половинке каждой и одна из них сказала да я согласна а вторая сказала нет давайте лучше он останется жив пускай он останется этой женщине но главное чтобы он остался жив и вот в данном случае к сожалению я вижу как раз вот ту женщину которая являлась матерью да и вот он ну то есть ему все равно больно понимаете вот вот эта боль материнская отцовская боль да за своего ребенка это вот прям четко вот здесь прослеживается и ну вот мне прям больно было это смотреть да вот он как бы понимаете вот он вот при при всем его неуважение отторжение к самой полине гагариной да он понимает что то что они родили вместе это действительно для него дорого вот это вот это прям трагедия вот вот это мне было больно смотреть и тут ну как бы по всем при принципам и по всем его установкам вот как бы он хочет сказать что вот да полина гагарина она там с маленькой душонка и все такое но вот по поводу клипа все равно клип он продолжает и работу с полиной гагариной он продолжает любите это как бы тут осуждать его не за что это ну это материнская любовь это отцовская любовь это вот та любовь которую но никуда не не переедешь как говорится с этой женщиной с маленькой душонкой нет поэтому и дальше пошли вот эти эмблематические оговорки на при слове нет качает до челюсть вниз печаль то есть вот знаете при всех ее его ненависти к этой полине гагариной да вот он все равно не может отбросить выбросить из своей жизни вот эту часть своей жизни видимо сюда он вложил очень много энергии очень много сил и поэтому ну вот вот я увидела ту мать которая вот действительно мать да вот которая сказала пускай лучше это этот ребенок будет жить с друг с чужой женщиной но главное чтобы этот ребенок жив был вот и здесь то же самое поэтому вот это больно сейчас наблюдать до когда и и много вот сейчас людей которые ну вот авторов книг например да и которым пришлось получается все бросить от всего отказаться но сохранить свою душу и при даже при том что как бы ну вот любой автор до который потерял доход потерял все вот сейчас в россии да даже при всем при этом испытывать жалость к тому что во что вложена душа это я прекрасно понимаю потому что ну я только же по сути я в одной лодке и и поэтому ох как больно мне смотреть на это все было и ну здесь конечно же эти эмблематические оговорки но я их ни разу не осуждаю я их полностью поддерживаю и ну хочу сказать что не надо за это стесняться да к сожалению мы все сейчас оказались вот такой ситуации да но то что сделано это действительно это творчество это достойно это это мощно и ну даже то что это как бы ну вот так так получилось и сейчас мы проходим вот такой урок все и клипы мне мои не нужны видите не нужны и вот так пожимает плечами и видите силой сжимает губы неправда не верю я что клипы не нужны конечно же нужны конечно же это его дети конечно и тут его осуждать не за что не за что за то что он все равно продолжает любить эти клипы любить эту работу которую он выполнил да в тандеме с этой полиной гагариной но но что поделать вот так вот получается да действительно очень изощренный жизненный урок можно сказать мы все проходим но давайте идем дальше знаете что мне очень понравилось то что даже невзирая на то что ну казалось бы все разделились на черное и да вот человек попытался все равно быть максимально честным при объяснении каких-то ну вот при рассказе о некоторых людях о которых но как бы ну уже сложилось определенное мнение вот он постарался как можно честнее передавать вот вот знаете вот на этом примере я хочу показать что не все скажем так он разделил на белое черное все равно есть какие-то нюансы которые он попытался до нас донести и так лолитой закончим лолита за лолиту неприятно неприятно потому что мне почему видите вот это вот то что он ударил свое колено это знаете вот когда агрессия внутри человека да и ее невозможно как-то сформировать и на что-то выплеснуть то человек эту агрессию направляет на себя а здесь получается такая очень щекотливая ситуация он все равно вот видимо у них с лолитой были очень хорошие отношения он все равно знает лолиту по-человечески да и вот по сути по своей вот на этом примере я тоже понимаю его прекрасно в том что ну да много таких людей которых мы любили уважали и сейчас они приняли другую сторону и получается что нам приходится от них отказываться приходится прекращать общение но при всем при этом ну из души не выбросишь да не выбросишь вот той любви которую все равно мы испытывали друг другу и вот это вот очень больно сейчас и сейчас вот вот на этом примере он попытался за эту самую свою любовь до любовь что это такое то неважно это сексуальная или любовь и дружба это это все одно и то же понимаете что такое дружба это любовь без секса да то есть ну я не знаю что там было не было но я знаю что все равно вот общаясь с людьми мы тех людей как с которыми мы общаемся мы отдаем любовь мы получаем любовь да то есть вот это вот принятие общение да свое время свою энергию все равно мы обмениваемся мы сообщающиеся сосуды когда вступаем в какой-то в какую-то коммуникацию и здесь получается что видимо вот та дружба которая их связывала да все равно она очень сильная и здесь вот к сожалению никуда не денешься от того и ну от того что как бы ну не все так прям плохо да не все так на прям мерзко да мерзко мерзкий поступок состав со стороны лолиты до принять ту сторону но при этом все равно он знает ее изнутри да он знает ее какие-то хорошие качества и от этих качеств он отказаться не может поэтому здесь конечно тоже много боли много ну вот знаете я тоже прочувствовала и нет я не перестал скажем я не стала лолиту любить но я зауважала его больше потому что невзирая на то что ну вот сейчас получается что ну вот есть категория ну так называемых предателей до который у которых мы не уважаем но все таки вот при всем при этом он нашел в себе силы до заступиться как-то до заступиться за человека который ему все равно в душе очень дорог который тоже вот частичку его сердце занимает дураку или причинка я не знаю почему я такое оказывается туповаты видите он пытается вместо того чтобы вот напрямую защищать ее да он пытается на себя навлечь вот он внутрь себя этот негатив направляет да я тупой да я глупый но вот все таки я не могу не могу выбросить из сердца вот этого человека больно очень больно найти по ощущению от людей но все таки наверное потому что война это 360 градусов как бы надо сюда то есть мне всегда казалось али то очень душевно очень добрый она такой целом ну и всегда была я никогда не видел ни и звездности вообще никогда человек который тебя обязательно на куры и кстати вот он сейчас аллолите рассказывает да и здесь больше эмоций больше вот больше личного нежели допустим про аллу пугачёву возможно просто не сошлись возможно знаете какая по по звездам не сходятся люди да и существуют там луны не сошлись да и вот поэтому как то вот от одного человека пытается держаться подальше друг с другим вот прям сошелся возможно там просто у них какой-то симбиоз вот с точки зрения там астрологии каких-то номера нумерологии или еще каких-то качеств да и поэтому так больно сейчас поэтому так жаль что вот человек оказался на другой стороне баррикад просто всем чем сама приготовила и так она однажды упала но это же уже стенная штука на свой выбор сделала так испортить некролог да испортить но она тоже из тех артистов которые ну никуда она никому никому и проиллюстрировал шею сзади и действительно но очень четко понятно да а теперь по поводу макса барских давайте посмотрим тоже интересные сигналы тела макс барских его же очень любили в россии что сейчас а здесь смотрите как все неоднозначно да сначала сводит колено потом другой ногой раскрывает ступни а потом рука об руку сначала начал тереть а потом вот как-то завершил сейчас завершил пикой вниз то есть вот очень противоречивые жесты говорят о том что ну много противоречий в нем и выбрать какую-то одну линию он сейчас пытается найти вот куда в какую сторону о нем говорить да ну вот вот здесь вот это замешательство говорит что очень много противоречий очень много видите вот как рука и и видите и пяточка куда-то сначала запряталась потом расширилась потом ну то есть вот непонятно сейчас его не любят в россии его в россии не любят но и любят тоже потому что за это не будет я всегда говорю что вот этот поступок все что произошло с максом это конечно супер неожиданная плеву в ухо режиму и всему шоу-бизнесу русскому что никто не думал что максим вот так поведет себя у макса барских внутренний свет есть у него всегда свет и оказался еще характер с остальными яйцами потому что это он вообще не было бы макса я не знаю где бы я сейчас был но то есть каком куда бы меня занесло что максим проявил себя просто как джейсон стэдхэм сели в машину поехали за мамой этот суда это сюда 303 подряд суток за рулем ну то есть я никогда в жизни не думал что этот субтильный двухметровый парень может вот так вот жестко и конкретно себя вести и мне приятно что я не ошибся в труде да вот вот на этом я думаю что разбор а можно завершить единственное что там конечно были и другие герои были интересные моменты поэтому посмотрите пожалуйста это интервью если вы не смотрели и пожалуйста если вы хотите я могу продолжить там у меня набросано много вариантов но уже видите почти 50 минут мы с вами разбираем не хочу сильно затягивать видео если хотите продолжение этого интервью то в комментариях ну продолжение разбора этого интервью то в комментариях мне набросайте про кого еще вот вы хотите узнать ну вот эти вот всякие подводные течения подводные камни да про кого вам наиболее интересно я просто не знаю кто вам более интересен поэтому я на свой взгляд посмотрела какие-то самые яркие движения тела да и вот решила вам их показать но там было много еще сигналов тела поэтому посмотрите это интервью и скажите если вам интересно дальше продолжить разбор то на каких фрагментах мне лучше сконцентрироваться до что вы хотите разобраться вот по-настоящему ну либо тогда продолжение если не надо то не надо в любом случае напишите свое мнение расшифруйте мне те моменты может быть которые я не до конца поняла и вообще согласны вы со мной или нет в каких моментах не согласны аргументируйте и так далее я с удовольствием читаю ваши комментарии мне это очень интересно поэтому надеюсь что вам этот разбор понравился и что до новых встреч люблю вас всех очень сильно пока пока и пишите кого еще хотите разобрать вообще если выходит какое-то интересное новое интервью я на связи во вкладке сообщества либо под видео пишите мне у меня всегда выходят сообщения что вы остави оставляете комментарии и если таких комментариев будет много то я конечно же сразу обращаю внимание на новые интервью которые интересны если выходят пожалуйста под этим видео тоже пишите какие еще хотите разбирать видео какие интервью интересные вышли я на связи как видите у меня уже теперь есть студия теперь я уже без фона да все как надо все как мы любим поэтому я в вашем распоряжении мне если вам интересно можете вот под видео там ссылочки на курсы по эмоциям по жестам кстати очень интересные мини курсы они недорогие по 990 рублей но они вот прям сбор того что мы с вами разбирали у меня на ю тубе тут получается около 600 разборов да вы можете либо их все рассматривать и тем самым самым учиться до либо вот у меня мини курсы которые вот именно по этой ну там по теме жестов по теме эмоций да вы просто посмотрите а там примут собраны все вот эти моменты которые вот для обучения для обучения лучше всего вот именно практиковать практиковать на интервью поэтому я собрала для вас для удобства это все в одном месте да и вот если вам интересно пожалуйста присоединяйтесь кроме того если интересно ну про астрологию я сегодня не буду сегодня у нас по невербалике поэтому ну в любом случае если интересно в общем все все под видео все ссылки под видео если хотите пишите на почту светлана тире тире 2009 собака mail.ru там я всегда отвечаю и что еще не забывайте поставить лайк этому видео подписаться на канал ведущим все как положено да да в общем до новых встреч люблю вас всех очень сильно пока пока